Антон Емельянов Глава первая Россия, город Н, 2023 год «А не бахнет?» — спросил я. «Не должно». Семёныч задумчиво почесал лоб. Он ещё раз пересмотрел ролик на Ютьюбе, махнул рукой и, ловко сжав плоскогубцами два провода, скрутил их между собой. А потом прошёлся по получившемуся узлу изолентой. Синяя блямба выглядела внушительно, добавляя уверенности. Но... Может, дождёмся электрика? Всё же странно. Одну линию выбило, на второй провод сгорел. Разве так бывает, чтобы всё сразу? Конечно, бывает. Да и что тут может случиться? Семёныч не собирался сдаваться. В крайнем случае кратнёт. Так Петрович потом просто поменяет предохранитель, и всё. Вот такой у нас завхоз. Ему под шестьдесят. Почти всю жизнь служил. А на пенсию решил устроиться к нам на завод. Ну, как к нам. Я сюда пришёл почти одновременно с Семёнычем. Только он из армии, а я из офиса. Надоело жить в дне сурка. Когда сегодня почти не отличается от вчера, хотелось что-то делать своими руками. И вот сорвался. Теперь работаю на фрезе. Недавно перешёл на новейший пятиосевой, и мне нравится. Иногда, вот как сейчас, задерживаюсь даже на ночь. Потому что интересно. Да и платят за дополнительные шабашки хорошо. А с Семёнычем, который здесь тоже чуть ли не живёт, ещё и интересно. Он свои исторические ролики смотрит, а потом мне рассказывает. Иногда книжки приносит или старые подшивки газет, даже иностранных, где только находит. И снова рассказывает. — Ладно, попробуем, — решился я. Но если что, сразу вырубаем. — Конечно! — закивал Семёныч, а потом дёрнул рубильник. Мгновение, ничего не происходило. А потом раздался хлопок, запахло чем-то горелым, но и всё. Под мерное гудение проводов включилось освещение. А под потолком загудели вентиляторы, прогоняя застоявшийся в помещении воздух. — А ты боялся! — Семёныч широко улыбнулся. — Иногда нужно просто не бояться, а делать. В этот момент снова что-то хлопнуло, запах гари усилился, со стороны улицы донеслось странное гудение. Я бросился к щитку, дёрнул рычаг вниз, свет вырубился, но больше ничего не изменилось. Гудение стало громче, а потом, словно в замедленной съёмке, резкая волна воздуха снесла с тела цеха. Я даже успел увидеть, как вслед за воздухом несётся пламя. Взрыв мгновенно сожрал всё. Завод? Нас? Никогда раньше не умирал. Но это оказалось совсем не так, как описывают в книгах. Я и Семёныч, словно две серые тени, зависли прямо над облаком пламени, принявшим форму гриба. Грибочек, что может быть милее? А потом из этого грибочка полезли тысячи чёрных рук. Они вытягивались, словно змеи, искривлялись под немыслимыми углами, как порождение самого страшного кошмара. Семёнычу не повезло. Первая же рука ухватила его за горло, он даже пикнуть не успел, когда его утянуло прямо вглубь взрыва. А у меня словно крышу снесло. Не знаю, должно так быть или нет. Никогда раньше не умирал. Но сдаваться без боя я не собирался. Первую чёрную руку, попытавшуюся проткнуть мне глаза, я перехватил. Вторая вцепилась в бок, вырывая кусок мяса. Я зарычал и сломал её. Чёрные руки оказались очень сильными, но не очень крепкими. Ещё одна нацелилась на ногу. Эту я снова перехватил, но сделать уже ничего не успел. Адская боль в спине. Кто-то подкрался сзади. Три десятка лет воспитания, тысячи лет эволюции, всё сгорело в пламени взрыва за одно единственное мгновение. Когда новая рука в очередной раз попыталась вцепиться мне в лицо, я сам в неё вцепился. Зубами! Кажется, даже оторвал кусок. А потом темнота. Не знаю, сколько она длилась, но всему приходит конец. Я открыл глаза, какое-то время щурился, приходя в себя. А потом неожиданно сообразил, что сижу в телеге. О, наконец-то ты очнулся. Надо мной склонилось незнакомое бородатое лицо. Я чуть не шарахнулся в сторону, но сил хватило только, чтобы пошевелить рукой. И она неожиданно нащупала несколько стальных труб. Ракеты подсказало сознание. Ракеты? Я повернул голову и действительно увидел несколько десятков ракет, погруженных вместе со мной на обычную деревянную телегу. Что-то мне это напоминает. Европа, девятнадцатый век. Каждая маленькая история – это всегда часть какой-то большой истории. Поэтому прежде чем двигаться дальше, нужно сказать пару слов о пятидесятых годах девятнадцатого века, в которые перенесся наш герой. Чтобы вы смогли понять людей, с которыми ему придется столкнуться. А то ведь нельзя попасть в 1962 год и не знать про первый полет в космос, в 1946 и делать вид, будто бы не было Второй мировой, или в 1918 и удивляться революции. Так что же определяло облик мира для людей в то время? Сорок лет назад был разбит Наполеон. С тех пор во Франции случились две революции. После Первой в стране появился новый король. А после Второй – республика и император. Наполеон Третий, племянник того самого Наполеона, взявший власть штыками и пушками, все последующие годы был вынужден воевать. Альжир, Россия, Южная Америка, потом Пруссия. Последнее противостояние закончилось для него особенно печально. Франция проиграла. Наполеон попал в плен и так и не вернулся из него. На этом можно было бы закончить о французах, но хочется рассказать о сыне императора. Наполеон IV считался красавцем, храбрецом и талантом. Его называли Маленьким Принцем, потому что он и был принцем для всех, кто надеялся вернуть на трон династию Бонапартов. Кстати, помните книгу Антуана «Де Сент-Экзюпери»? Про одиночество и дружбу, про утрату и поиск дома ничего не напоминает. Тем не менее, реальность для Маленького Принца оказалась совсем не такой, как сказка, написанная примерно через полвека. Не случилось с друзей, не было никакого триумфального переезда из Лондона в Париж. Приняв участие в Англо-Зулуской войне, последний Наполеон погиб, разрушив все надежды монархистов. Но вернемся из конца века поближе к началу, а заодно и к еще одному важнейшему участнику нашей войны. Англия после буржуазной революции, которая стукнула уже полтора века, продолжает делать все то же, что у нее получается лучше всего. Кто-то называет это торговать, кто-то грабить. Тут вы решайте сами. Мы просто обозначим ключевые интересы империи, над которой никогда не заходит солнце, и чьи корабли бороздят все мировые океаны. Ослабевшая Испания открыла ей право беспошлино торговать в своих колониях Южной Америки. И вскоре начавшиеся один за другим перевороты выкинули последних донов с континента. Следующая ценная добыча Англии — это Франция. После победы 1812 года и взятия Парижа, когда решалась судьба империи Бонапарта, многие хотели ее разделения. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс — чем нехорошие самостоятельные страны. Александр I настоял на том, что Франция должна сохраниться, а Англия, за свое согласие, получила право на беспошлиную торговлю на ее территориях. В итоге сложилась интересная ситуация, когда Англия и Франция остались с соперниками в политике. Но при этом в экономике одни почти полностью зависели от других. Была еще одна победа, которая сделала Англию сильнее. Оказав России помощь в русско-турецкой войне 1828 года, она получила право беспошлино торговать и на землях османов, начав неспешно скупать приближенных султана. Еще один рынок и еще одна точка влияния. При этом не будем забывать про жемчужины английской короны в виде Индии, Африки, Британской Северной Америки и, конечно, Китая. Про последние напишем отдельно. Представьте большую страну, с которой все хотят торговать и которой есть что предложить. Фарфор, чай, ткани — все это ценилось в Европе. И все это китайцы не хотели менять на дешевые товары английских фабрик и требовали серебра. Выход был найден. С 30-х годов Англия начала торговать в Китае опиумом. И до этого было что-то подобное в виде курительных смесей, которые использовали и другие страны. Но тут в ход пошли настоящие наркотики. Если вы видели картинки с домами-курильнями, где сидят полностью потерянные для мира люди, это оно. Их больше не интересовало ничего, кроме новой дозы. И вот необходимости везти серебро в Китай разом не стало. Опиум начал интересовать людей гораздо больше. Естественно, с этим пытались бороться, но первая опиумная война 1842 года поставила Китай на колени. Им пришлось открыть рынки, заплатить штрафы за уничтоженный товар и на долгие годы смириться с текущим положением вещей. Кстати, угадайте, кто и не думал отказываться от пошлин для иностранных торговцев? Правильно, Николай I. И пришло время рассказать, как в XIX веке шли дела у России. Опять начнем с Наполеона. После победы 1812 года общество было на подъеме. Александр I заключил священный союз с Австро-Венгрией и Пруссией, договорившись о мире, основанном на правилах, в смысле о защите монархии и порядка в Европе. И защищаться было от чего. Эпоха просвещения сменилась романтизмом. Он с каждым годом все глубже проникал в культуру, в умы молодых людей, которые начинали жить идеей, как бы изменить мир. Подняли головы и буржуа, которые, получив деньги, задумались о власти. В воздухе все отчетливее пахло кровью. Как итог, в 1825 году после смерти Александра I пока еще не была принесена присяга новому царю. Декабристы, за десяток лет обсудив в модных салонах все свои идеалы и перспективы, решают, что пришло их время и выводят верные полки на Дворцовую площадь. Есть два крайних взгляда на эту ситуацию. Первый — они герои, готовые рискнуть жизнью ради свободы. Второй — они хотели повторить опыт эпохи Дворцовых Переворотов и получить власть в свои руки. Так или иначе, этот бунт и эта кровь стали тем, с чего началось царствование Николая I, что не могло не сказаться на его характере и многих будущих решениях. Обычно Николая I описывают как твердолобого и не особо умного тирана, который продолжил держать в рабстве собственный народ, уперся в идею монархии, ради которой утопил в крови Европу, лишил нас каких-либо союзников и проиграл свою последнюю войну. Вот только если смотреть на цифры прироста производств, населения или запущенные реформы, то ко всем этим тезисам появляется много вопросов. Возьмем, например, одну из главных претензий к Николаю — крепостное право, которое он так и не отменил. И это справедливо. Вот только к 50-м годам 19 века 45% крестьян Российской империи были государственными, что в свою очередь давало им право владеть землей, выкупать ее, себя, открывать собственные производства. И да, именно они, получая защиту от иностранного капитала, стали движущей силой развития нового буржуазного класса в стране. Для понимания, много ли было прав у государственных крестьян или мало, можно вспомнить, что отмена крепостного права в 1861 году по большому счету перенесла привилегии государственных христиан, проработанные при Николае, на всех остальных. Тем не менее. Во главе угла в его царствовании стояла не экономика, а военное дело. Все первые чины табели о рангах можно было получить только после службы в армии. Сразу вспоминается звездный десант Хайлайна. Гражданство не дается по рождению, его нужно заслужить. Красивая в теории идея. На практике она приводила в армию и чиновники тех, кому не было до страны никакого дела. А это уже в свою очередь убивало волю и желание тех, кто изначально был полон надежд и энтузиазма. Впрочем, Николай ценил прежде всего пехоту, так что инженерные войска и флот были в какой-то мере избавлены от карьеристов. Но вернемся к другим важным вехам в истории России 19 века, которые мы еще не затронули. В 1830 году после революции во Франции вспыхивает еще и восстание в Польше. Обычно оно рассматривается прежде всего как национально-освободительное. Но есть и интересное совпадение. Начинается оно еще и после того, как Николай I принимается за проверку, а потом и регулирование прав крестьянства в западных пределах империи. В центральных землях пойти против родного дворянства было непросто, а вот подвинуть польскую шляхту вполне. Следующий крупный этап истории России и Европы опять связан с Францией и ее революциями. На этот раз в 1848 после основания Второй Французской Республики вспыхивает и Венгрия. Начинается та самая весна народов, о которой мы читали в школе. Хотим обратить внимание, что, несмотря на звучные названия, все эти выступления были не совсем народными и очень сильно отличались от тех, на которые рассчитывали коммунисты в 20 веке и о которых уже начал писать известный журналист Нью-Йорк Дэйли Трибюн Карл Маркс. В 19 веке по Европе катилась волна в первую очередь буржуазных революций. И, если честно, есть вопросы, насколько стихийными они были, учитывая, что везде находились централизованные организации вроде молодой Италии, молодой Германии или молодых США. Кстати, насчет юного хищника с западного континента. США уже полвека, как сбросили с себя Ермо Англии, но вот в полную силу еще не вошли. Тем не менее, своих бывших хозяев они показательно не любили и были готовы при любом удобном случае подложить им свинью, но только анонимно. Крупного флота для прямого столкновения у США не было, а стратегия на случай войны строилась на массовом использовании каперских отрядов и разрушении торговых путей. Но вернемся к России. После начала венгерского восстания юный монарх Австро-Венгрии Франц Иосиф тот самый, что правил страной до Первой мировой включительно, попросил Николая Первого о помощи. Тот понимал, что как вспыхнули окраины в прошлый раз, так могут вспыхнуть и в этот. Тем более, что венгры, несмотря на красивые речи о признании интересов России, привечали польских бунтовщиков в любых количествах. В итоге в Венгрию отправилась армия генерала Паскевича и за считанные месяцы погасила конфликт. Франц Иосиф готов в этот момент пообещать Николаю все, что угодно. Венгры улыбаются, но мечтают о мести. Австрийцы благодарят, но тоже держат камень за пазухой, считая помощь России позором и признанием своей слабости. Осталось совсем немного, буквально пять лет до начала войны и пара стран, которые стоит упомянуть. Пруссия. Она связана с Россией семейными узами и старается держать нейтралитет, но в то же время немного недовольна, так как после помощи Австрии не смогла перехватить у той знамя, вокруг которого собираются германские народы. Дальше Швеция. Со времен Карла XII она мечтает отомстить России и вернуть захваченные тогда земли. Во время прошлой такой попытки, во времена Наполеона, все вышло наоборот, и Россия получила Финляндию, что тоже подливало масло в огонь. Сил у Швеции не так много, но будет шанс, и она его не упустит. И Турция. Николай называл ее больным человеком Европы и считал, что скоро она развалится. И у Турции действительно были проблемы. Торговая зависимость от Франции и Англии. Восстание в Египте, потом в Дунайских княжествах, которые удалось замирить только когда туда ввела свои войска Россия. Николай видел эту слабость, а в ней, в свою очередь, возможность достичь двух важных целей. Первая религиозная. Так или иначе, он считал себя защитником православных народов, попавших под пяту османов. Вторая экономическая. Взяв Стамбул, Россия получила бы проход в Средиземное море, а вместе с ним и возможность выхода на множество новых рынков. До этого приходилось либо пользоваться услугами посредников в виде Англии и Франции. Либо идти по суше, что существенно увеличивало стоимость любого товара. Казалось, что игра стоит свеч. Так же думали и с другой стороны континента, и подобное усиление России, без того слишком много возомнившей о себе, не было нужно державам Европы. Если изучить газеты того времени, то можно увидеть множество карикатур и статей, которые готовили народы их стран к тому, что рано или поздно им придется столкнуться с варварами, которые держат в рабстве даже свой народ. Итого, экономические противоречия, политические, эмоциональный подогрев, эта война просто не могла не начаться. Теперь осталось сказать пару слов про военное искусство и науку. Россия в последние десятилетия сражалась только с технически более слабыми противниками. Примерно та же картина у Англии с ее колониями и Франции, которая с 1830-х не вылезала из Алжира и в целом Северной Африки. В итоге генералы и адмиралы каждой из стран продолжали опираться на славный опыт наполеоновских войн, при том, что с тех пор прошло больше полувека. В то же время не сказать, что не было в армии славных имен. взять того же Ивана Федоровича Паскевича, как его называли нового Суворова, который не проиграл ни одной битвы, одного из четырех полных георгиевских кавалеров за всю историю России и единственного полного кавалера орденов Георгия и Владимира, каждый из которых он получил совсем не за красивые глаза. Или Герои моря Лазарев, Корнилов, Нахимов. Увы, итоги сражений решают не только люди. К середине девятнадцатого века в войсках начинает массово появляться качественно более сильная техника. Так, например, еще десять лет назад пароходов регаты с колесами по бортам не давали полного преимущества против парусных кораблей, о чем нам прямо говорят итоги Мексикано-американской войны, когда парусный флот США разбил паровой флот Мексики. И вот как бы могла повернуться история, если бы этого не случилось? Впрочем, оставим фантазии. Так вот, к середине века колеса на пароходах сменились на винты. Более мощные паровые машины позволили усилить бронепояс кораблей линии. И все вместе это перевернуло расклад сил на море. Паруса окончательно уходили в прошлое, и это было понятно всем. Нарезная артиллерия должна была сделать то же самое на суше. Россия отстала в этих направлениях от своих конкурентов на несколько лет. Новые корабли только стояли на стапелях, заказы на новые винтовки еще не были исполнены. окно когда одна сторона была сильнее другой могло скоро закрыться. И вот еще одна гиря упала на весы грядущего противостояния. Скорее всего Крымская война должна была стать не совсем такой как случилось. Мы считаем что задумка была в чем-то схожа с тем что потом удалось реализовать в 1905 когда Япония оказалась накачана оружием со всей Европы и смогла в одиночку выстоять против России. Турция не смогла. В 1853 году адмирал Нахимов громит турецкую эскадру Усинопа без единой потери. Западные газеты смакуют жестокость с которой были подавлены береговые батареи вместе с которыми пострадали и мирные жители. Спичка была поднесена к фитилю народы вспыхнули Англия и Франция объявили войну России. Неожиданно оказавшиеся готовыми эскадры отправили сразу к нескольким целям. В Балтийское море к Санкт-Петербургу на север чтобы захватить или блокировать Архангельск даже на востоке небольшой флот подходит к Петропавловску Камчатскому. Турки атакуют на Кавказе Австрия угрожает войной заставляя Россию отступить из Дунайских княжеств флот союзников проходит Босфор и Дарданеллы чтобы высадиться в Варне и поставить под удар все наше Черноморское побережье. Россия держится а нам пожалуй пришло время начать нашу историю. в Because of the поиск атакуют что будет в катаи и это т Продолжение следует...